На часах 13.05, это значит, что пришло время универсального формата. Здравствуйте, приветствует вас из студии Юлия Север. 202 11.22, телефон нашего прямого эфира, как всегда, неизменен и ждет ваших звонков. Ну, сегодня хочу обратить внимание, наверное, все-таки к родителям и их замечательным детям. Сегодня поговорим о таком учреждении, как Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества. Собственно говоря, к нам сегодня заглянул на эфир, на огонек, ну и в лице директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Представляю вам их, Леонид Викторович Хренов. Здравствуйте, директор. И Елена Леонидовна Шурунова. Здравствуйте. Что ж, я так понимаю, что Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества – это действительно какой-то набор вообще объединений, учреждений. Очень много интересного творится у вас, очень много интересных каких-то таких, как раньше называли, секций, кружков. Ну, хотелось бы изначально узнать о истории этого замечательного центра. Как давно существуете в Самаре, как давно воспитываете детей, как давно прививаете любовь к технике? Центр имеет свою историю, начало своей истории, ну, наверное, 43-го года, а может быть и раньше. Дело в том, что в Самаре и в области работало много кружков разного направления. Это и авиомодельный, и судомодельный в основном. Вот. И пришло время в определенное, а это связано с войной и с эвакуацией, когда партия дала задание, что нам нужно ковать специалистов, связанных с авиастроением, судостроением и с танкостроением. Как со строением, так и с конструкцией. Задание было принято это, а нужно было ковать это с молодых ногтей. Поэтому, значит, нужно было координировать работу и внедрять всех этих кружков, которые работали разрозненно и в городе еще ничего из себя не представлял. Вот. Но вот это вот все нужно было делать, и кроме того, что делать, нужно было ставить это все на нормальные такие методические, методологические основы. Вот этим вот должен был заниматься какой-то центр. В качестве центра избрали городской центр технического творчества или станцию технического творчества, которая была в Самаре. Вот. Ее возглавляли очень опытные и грамотные специалисты и директоры, замдиректора. Работали хорошие специалисты и по моделизму, разным видам моделизма. Вот. И остановились вот как раз вот на этом варианте. Вот с 43-го года вот в таком составе как раз появилась областная станция. Ну, областная станция, в общем-то, даже с 70-го года, да, отдельный статус уже дали. Вот. Статус области. Для чего? Для того, чтобы координировать все. Для того, чтобы координировать и показывать новые приемы работы с детьми, новые приемы конструирования, моделизма, нужно было самим через себя все это пропустить. Нужно было создать вот этот вот преподавательский корпус. Его нужно было обучить, я имею ввиду, по всей области, чтобы они уже несли все это в область, вот, в села. Создать там базу, помочь создать базу. То есть это образовательное учреждение, вот оно начало мощно так работать, особенно вот с 70-го года. Хотя до этого тоже выполнило, я думаю, оно свою задачу. Многие вот, ну, из моего поколения, там, и по... даже помоложе, все прошли через вот эти так называемые кружки. Через разные кружки. Но прошли через кружки. И все помнят своих преподавателей в основном. Так же, как мы все помним, мы можем не помнить учителя английского языка, но мы помним своего первоучителя, как нестратный. Конечно, помним. Все. Почему-то вот так вот. А учителя-митематик не все помнят. То есть она очень интересная. Она избирательная, наверное, как-то, почему-то, потому что и тот преподаватель интересный был, и этот интересный. Это интересно плохой, это интересно хороший был. Но, однако, вот она оставила только своего вот первоучителя. Вот, директор школы вообще не помню. Вообще не помню. Да, кстати. Кстати. Вот. Здесь то же самое. Мы помним того человека, который с нами в течение года, двух, трех, четырех лет занимался. Занимался любимым делом. Потому что кружок, мне кажется, выбирает все равно по каким-то... Любимым делом, да. Хотя, как сейчас вот идет, например, теория, вот эти вот кружки, это получение, ну, привитие концепций каких-то просто. То есть ребенок... Компетенции. Компетенции, да. Ребенок должен что-то получить. Что-то получить. Он должен научиться держать вправо или влево, все равно. Должен держать правильно отвертку в руке. Разбирать, собирать выключатель. Там еще что-то такое вот. И все, вроде бы. И к нам приходят бабушки, мамы приходят, приводят вот Петю и говорят, вот научите его, вот он как пользоваться изоляционной лентой. Особенно вот у нас отец все время на работе, а если того, что... Одиночка, это вообще. Он все, вот он должен знать. Да, после вот позанимался. А теперь Петя, вот он немножко научился, вы знаете, давайте вот в этом кружке вот он будет у вас. Вот. Ну, все тут и фото, вело, и мото, и охота, и ни о чем вообще получается. Редко. А если, ребята... Кружок по фото, да, еще и петь охота. Да, оно так и есть. Вот. Ну, такого, ну, трудно это вот все объять. Мы же в конечном итоге все-таки выдерживаем вот эти вот направления. Какие направления? Вот моделизма, именно какого моделизма? Ну, вы понимаете, были у нас выставки такие, традиционные выставки, от весенней выставки достижений детей. Вот. Областные, городские и так далее. На них выставлялась, например, скульптура, вырезанная из дерева, ну, я не знаю, леший какой-то, покрытый лаком, обработанный хорошо. А выставлялась, значит, ну, имитацией какого-то плуга или средскохозяйственной машины, сделанная из раскладушек. Ну, вы уже забыли. Раньше были раскладушки из алюминиевых таких трубочек. И обтянутые, вот на чем люди спали, это вот брезеньки. Их нет. Вообще-то есть сейчас что-то похоже. Есть, есть. У меня на даче есть. У меня такая на даче есть родители. Вот, я помню, ну, одно село, не буду его называть, они постоянно, вот до недавнего времени, все время бомбардировали нас вот эти. Они разные делали. Там как-то их можно было сгибать, разгибать, привинчивать, собирать. И вот они разные делали приборы. Или пытались хотя бы сделать, даже не приборы, а изделия. Ну, ребятам сказали, вы извините, у нас вообще-то ракеты летают в космос. И не только в космос. То есть мы должны уйти от этого вот. Леший, это хорошо вырезанный. Он работает хорошо ножом, с деревом, все. Это замечательно. Но в конечном итоге нет этого направления. К нам обращаются торгово-промышленные палаты. Мы делали такие анализы, срезы. К нам обращается администрация области. В каком плане? Дайте нам руки, которые будут собирать самолеты. У нас есть такой факультет, по-моему, второй факультет самолетостроения. Ремонт, эксплуатация. Самолетостроение и эксплуатация у них есть еще. Эксплуатация – это самые на морозе, на жаре, все. Вот они разбирают самолеты до винтика. То есть это рабочие очень высокой квалификации. Очень просто говоря. Вообще-то инженеры учат их там. Дайте нам их. Никто не идет. Идут на шестой факультет, идут на такой-то, на экономику, все. Туда нет народа. А кто будет обслуживать у нас аэродромы? Неизвестно кто. Они все седые и уже все. Для гуманитария это что-то вообще неизвестное и народное. Поэтому у нас и появилось вот это вот… Мы культивируем как раз именно вот эту работу с материалом. Работа вот с крылом, авиамодельной, даже и судомодельной. Потому что там похоже, в принципе, все. Но вот это вот мы культивируем. В свое время у нас была договоренность. Вот еще довольно-таки давно при Ефиме Яковлевиче, по-моему, договорились о том, что… Получалось так, что ребята, у которых руки, у них, ну, немножко интеллект ослаблен. Вот. Они прекрасные дети, все. Ну, вот математика на троечку. Физика тоже. А это нужно. Зато руки золотые. Да. То есть то, что нужно, то, что запрашивает СГАУ. Вот. И договаривались о том, что СГАУ принимало их стройками. Вот. На бюджетные факультеты. Потом дотягивали их. Но они были прекрасными инженерами. Там, где они нужны. Дальше они развивались. Они как более-менее догоняли и высшую математику, и все прочее. Вот. Ну, вот такая вот вот. Такое вот поколение или группа детей. Ну, естественно, те дети, которые отслеживают тоже СГАУ и политех. Те, которые у нас на олимпиадах, на технических занимают какое-то место. Первые, там, вторые места. На российских и на областных. Они их отслеживают и тоже пытаются забрать к себе. Но они, в общем-то, так и идут они. Вот. И что я хочу сказать. Что у нас, например, было такое направление, как радиоэлектроника называли. Вообще кружок радио даже. Не столько электроники, сколько радио. Вот. Но сейчас практически нигде в области, но и в других областях их нет. Такого направления, как радиоэлектроника? Такого направления нет. Оно само по себе и сякого. Массовое. Массовое такое. Массовое такое. Да, ну, там кто-то есть. Ну, собрать приемник детекторный. Это круто. Сейчас даже не знают, что такое детекторный приемник. То есть у нас уровень поднялся очень высоко. И иметь мальчика, который вот умеет это делать, не нужно. Потому что паять он научится в другом направлении. Работать с осциллографом и так далее. То есть уровень поднялся очень высокий. И вот уже это не требуется. Это не осилить просто-напросто. А сделать печатную плату и так далее. Ну, делается это травление. Но это опять единицы. Это не нужно. Это все делают сейчас в промышленных основах и на предприятиях. То есть вот так как-то вот уходят у нас вот какие-то направления. Появляются другие направления. И поэтому говорить, а вот у вас может ребенок у меня научиться делать радио? Не может вот у нас. Потому что сейчас радио как бы легче купить, разобрать и вот рассказать про все это, чем вот его научиться делать. Но есть а то другие направления, потому что прогресс не стоит на месте. Я, к примеру, говорю, вот задаются такие вопросы. Да, мы говорим, а пусть ваш ребенок вот пойдет сюда. Вот. Или туда. Вот. Поэтому, значит, все это постоянно меняется. Все это подлежит не статично. И мы должны вот отслеживать. Мы, я имею в виду центр областной, должны отслеживать все вот это вот. Так называемую воду, да? Да, следить. Как вообще по России? Какие запросы? Что нужно? И корректировать у себя. Ну, сегодня, на сегодняшний день, какие все-таки объединения работают? Ну, мы уже узнали, да, то, что это авиамоделирование, судомоделирование. Что еще? Ну, вот Елена Леонидовна сейчас подробно расскажет. Кстати, у нас есть видео, которое, думаю, дополнит только ваш рассказ. Пусть сейчас наши телезрители как раз на него посмотрят, а вы как-то нам расскажете про то, чем же занимаются ребята в вашем центре. Конечно. Вообще, работа центра технического творчества строится по четырем образовательным модулям. Это один из модулей, который представлен на видео. Это спортивно-технический. Он представлен объединением спортивного авиамоделизма. Руководитель объединения Виктора Николаевича Венедиктов, который, наверное, один из старейших работников и опытнейший. Здесь ребята обучаются и начальному построению моделей, и затем уже каждый год модели усложняются и требования к ним. Следующий модуль представлен, научно-технический модуль представлен образовательной робототехникой. Здесь ребята обучаются конструированию, созданию проекта какого-то, задумка сначала появляется, и потом уже подготовка концепции идет, разработка этого готового изделия, и тестирование, и уже непосредственно как результат идет запуск этой модели, которую они собрали, и участие в соревнованиях, как это итоговое получается, окончание работы. Также еще в нашем центре представлен научный IT-модуль. В этом модуле присутствуют два объединения. Это объединение школы информационных технологий и фотообъединение. И, конечно, одно из самых тоже старейших и крупных объединений и структурные подразделения, автотехнический модуль представлен юношеской автошколой. Это уникальное, получается, структурное подразделение. Раньше это было отдельное учреждение до 2001 года. И юношеских автошкол, наверное, по России, в Самаре больше их нет, которые государственные именно. Автошколы юношеские именно. И по России, наверное, их не более пяти. Да, наверное? Да нет, больше. Побольше. И вот такими у нас объединениями представлены. Гордитесь. Гордимся. Преподаватели, наверное, я представляю, если такая история, то знания передавались из уст в уста. Безусловно, конечно. И по всем направлениям есть преемственность. Но и уровень преподавателей, конечно, растет. Вот если раньше это были просто преподаватели, которые переходили там в завод, на заводах работали, потом уже переходили на работу с детьми. То есть сейчас уровень преподавания растет. И мы, конечно, тоже стараемся привлекать детей в ногу со временем. И уже сейчас работают у нас и доктора технических наук, и кандидаты технических наук. То есть уровень растет с каждым годом. И преподавание, и результаты. И результаты, да. Безусловно, конечно. Победы на конкурсах и каких-то осмотрах. Хорошо. Что ж, я хочу нашим телезрителям напомнить то, что у нас объявлен конкурс с 18 мая по 29 мая. Конкурс называется «Девиз победы». Собственно говоря, отправьте девиз, кричалку или лозунг на тему победы на телепроект samaragis.ru и выиграйте смартфон. Это действительно возможно. Итоги будут подведены 30 мая в 11.30 на площадке телеканала «Самарагис», фестиваль пресса 2015, Струковский сад. Все подробности на нашем сайте samaragis.ru. Смотрите, наблюдайте. Ну, если вы творческая личность, если, собственно говоря, вы хотите такой замечательный приз, как смартфон, я думаю, вы примете участие в этом конкурсе. Девиз победы может быть ваш. Что ж, небольшую ремарочку, небольшое отступление позволило себе, для наших телезрителей. Вы рассказали о объединениях. Действительно масштабные, действительно интересные. Все-таки кто больше занимается? Мальчики у вас? Безусловно. Безусловно. А девчонки-то есть хотя бы? Есть. Вы знаете, как самое удивительное, что есть. Последние, наверное, три года пришла девочка одна. Причем в объединении именно авиамоделирование. Авиамоделирование. Ну, и эта девочка достигла результатов самых высоких, которые мальчишки не достигали. Вот в этом году они поехали на всероссийские соревнования по авиамоделям, которые проходили в Нальчике. И сборная команда заняла третье место, а девочка заняла второе место, то есть на всероссийских соревнованиях. До этого таких результатов даже у мальчишек не было. Ну, вот она, конечно, как мы говорили, о единой образовательной траектории. То есть она тоже планирует поступать с ГАУ, конечно. То есть вот все это связано с тем, что как эта профориентация, она работает, и все подготовительные мероприятия, которые проходят в рамках объединения, я думаю, ей помогут. Автошкола. Вы немножечко так вот укратко рассказали, что действительно автошкола единственная в Самаре. Для меня лично понятие юношеская автошкола это что-то такое пока еще непонятное. Расскажите, пожалуйста, про автошколу. Чему учите, что за интересные предметы преподаете своим юным автолюбителям? Я хочу добавить здесь еще Елену Леонидовну по отношению девочек. У нас есть еще школа информационных технологий, где этих девочек процентов, наверное, 30. То есть у нас девушки сейчас увлекаются все-таки информационными технологиями, комитетами. Почему сейчас? Да. У нас эта школа уже... 15 лет. 15 лет. И девушки преимущественно? Меняется все, да. У нас сейчас самая совершеннейшая аппаратура стоит. Ну, здесь можно было... Да, здесь можно увидеть та, которая может только в СГАУ еще стоять. Вот. То есть там есть над чем работать, и люди приходят как на экскурсию и просто смотрят на эти мониторы, на эти телевизоры со встроенными там делами со всеми. Просто даже посмотрите, если не поработать... Вы не видели таких вообще. Я говорю, это... Уникальная материальная база, конечно. Это мы получили гранты вот эти вот, выиграли гранты в свое время. Вот программы, да не в свое время, это не так давно, это три года назад все это новое. Вот. И поработать там сенсорные вот эти вот... Эпловские компьютеры, конечно. Эпловские компьютеры, да. Эпловские компьютеры, да. Громадные диаметры, поэтому просто... Такое только в кино некоторые видели, я думаю. Приглашаем к нам в кино. Каких-нибудь фигуруси, агентов. Вот. Поэтому девочки есть. Что касается... А фото есть? Фото любят все-таки? Конечно, фото объединения. Фото объединения есть, но пока... Нет, не больно. Не больно популярны? Нет. Там работают сугубо такие, ну, направленные люди. Их не так много, потому что, ну, это художественные. Вот. Творное управление, да. У нас прекрасные тоже фото, как... Фотостудия. Вот. Но не хуже, чем у вас, может быть, оборудование. Вот так вот. Да. Вот. Все есть. Это цифровое фото, обработка, все-все-все. Там у них компьютеры тоже. Все это есть. Все есть. Хорошие преподаватели. Но не так много, конечно. А если всеми вот этим вот и моделизмом, и школой информационных технологий всего где-то порядка 300 человек у нас занимается, вот, то фото, ну, там небольшой процент. Но мы не требуем, я говорю. Это художественные люди. А, быть может, наш телезритель как раз и захочет пойти в фотоопределение, в фотообъединение, потому что у нас есть звонок. Давайте узнаем, зачем же дозвонился к нам телезритель. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Вера Ивановна. Вера Ивановна. По какому поводу пожаловали? Вы знаете, о прием... Вот я хочу поговорить о приемстве Покорения. Угу. Потому что сейчас в студии сидят зрелые люди. Мне тоже уже поцелили. Я когда-то тоже ходила в эти кружки. И до сих пор помню Геннадия Васильевича Шуршина, который привил мне любовь к автомобилю. А сейчас я уже смотрю на его племянника, Паулова, который уже создал целую колонну этих автомобилей. Угу. А сколько их там раньше начинал делать. Вот еще и реставрируют. А теперь там уже и внуки и праздники там у них работают. Вот у нас ведь редко говорят о техническом. Настрой молодежи сейчас. У нас все там экономисты, адвокаты. И вот хотелось бы, чтобы побольше было таких рукастов, как вот эти люди. Я не знаю, жив ли этот человек, нет ли, ну дай бог, здоровья его следующим поколениям. И спасибо вам большое за такую передачу. За тех, кто умеет работать руками. Спасибо вам большое за звонок. Скажите, пожалуйста, быть может, ваши дети, внуки увлекаются каким-нибудь техническим творчеством? Так она сказала. У меня сына увлекается машинами. Он уже теперь не втрезает машин. Разберет. Прошел все марки. Он, наверное, уже вслепую может собрать. От старинного мотоцикла и до Ауди последней модели. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое за такое интересное мнение. Ну, коли уж заговорили про автомобили, я думаю, как раз стоит поговорить об автошколе юношеской? Ну, конечно, стоит. Мы уже говорили, затронули здесь немного эту сторону. Дело в том, что по России в свое время было порядка 37... Ой, по России. Да. Нет. Не по России. По Советскому Союзу было порядка 38 юношеских автодорог. Автодорог. Да. Почему называлась юношеская автодорога? Министр Союза был раньше железнодорожником. И он построил очень много детских автодорог. Ну, вы знаете, может быть, про это, что существовали такие автодороги. И по аналогии, когда он пошел на укрепление, на авто, министерство, он по аналогии начал создавать вот эти же юношеские автодороги, автодороги именно. Вот при крупных автотранспортных предприятиях. Я говорю, это по всей России. Это было и Литва. Это было Кабардино-Балкария. Ну, я не говорю, на Дальнем Востоке их было, по-моему, 10 где-то. В Советском Союзе были раскиданы, в общем, эти автодороги. Да, да, да. Целая сеть. Строились специальные здания, автодромы. Вот. Ну, с транспортом было, конечно, плоховато. Это был Москвич. И мотоциклы были. Но там, где были преподаватели, там и кардодромы были, и картинги строили. Но здесь несколько другое отличие от картинга. Это, хотя, спортивный тоже начал. После всех перестроек у нас осталось порядка сейчас 19 юношеских автошкол. Вот. Я говорю, потому что знаю, я являюсь учредителем, один из учредителей Ассоциации юношеских автошколов России. Вот. И наша школа, без всякого, наверное, вранья, без натяжек, я могу честно сказать, является лучшей юношеской автошколой России. В плане каком? Это начиная с технического вооружения. Вы представляете, что вот посмотрели сейчас, может быть, не все. Это очень финансово емкое учреждение образовательное. Очень финансово емкое. Одну машину иметь мало, две мало, три мало. Дети идут, потом эти машины надо ремонтировать, заправлять и так далее. То есть это очень... А как же? Хоть и юношеская школа. Машины. Нет, машины-то вот не те, которые вот здесь показывали. Это обычные машины. Это мини-автомобили. Это другой несколько вопрос. Другое направление. Вот. И у нас вот эта вот автошкола была при Самароавтотрансе. Затем, ну, получилось так, что Самароавтотранс исчез. Пришлось, удалось спасти юношескую автошколу, поставить ее, так сказать, на крыло. И вот с 90-го года, да, с 90-го года она вот существует уже как юношеская автошкола Самарская. Отдельно существовало это было государственное учреждение областное. У нас были филиалы в Тольятти, в Отрадном, в Сергиевске, в Сызрани. Вот. В Тольятти было, сейчас я скажу, порядка шести автомобилей только. Вот. Сейчас получилось так, очень странно, конечно, вот начало возрождение какое-то. По России нонсенс такой получился. В самом автомобильном городе России, это в Тольятти, наверное, вот, не было юношеской автошколы. Не было. Я предлагаю продолжить беседу, ну, после телефонного звонка дозвонился к нам телезритель вновь. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы по какому поводу к нам пожаловали, что хотите рассказать нам? Возраст, чтобы детей принимаете. Я чуть попозже скажу. Возраст и детей принимаете. Хорошо. Сейчас ответим на ваш вопрос, но я думаю, мы... Я сейчас отдам. Объединение. Обязательно. Да, такое объединение, куда по возрастам мы все-таки расскажем в течение нашей передачи. Но пока продолжим. Вот. То есть была создана вот такая школа. Укреплена материальная база. Укреплена до такой степени, что мы шли всегда в ногу с требованиями ГАИ, потом ГИБДД. Я вот опять без всякого ложного такого тщеславия скажу, что последней вот была аттестация автошкол вообще. Вот. Мы порядка... Мы самые первые получили, аттестовались. У нас же много учреждений, образовательных учреждений, которые готовят тоже и занимаются. Готовят к вождению водителей и занимаются как раз вот этим направлениям. Вот. Но мы получили самые первые. То есть у нас полностью все есть. Там масса тренажеров. Тренажеры стоимостью... Ну да, мы видели как раз на видео. Стоимость одного тренажера соответствует стоимости практически машины. Автомобили настоящего. Вот. Все вот это вот надо вот содержать. Интерактивные доски. И все-все-все вот это вот есть. Я так понимаю, да. Кроме практики, там еще и преподают правила дорожного движения. И совсем юный. Нет, но полностью комплекс. Полностью комплекс. Там полностью все идет направление. Есть у нас программа обучения профессии водителя. Она, скажем там, 116 часов. Пример. Вот. У нас детей обучают по программе соответствующие 216 часов. То есть гораздо больше, глубже. Шесть часов в неделю. То есть это достаточно серьезная подготовка. Вот. Кто у нас занимается? Это я вот... Занимаются дети. Те, ну, в основном подростки, которые уже старые для хореографии. Для хоккея, пения и так далее. То есть они никому не нужны. Вот, ну, система такая вот у нас получилась. Он туда опоздал. На спорт не пойдет. Здесь уже он старенький стал. Ну, в кавычки я говорю. А заниматься чем-то хочется. Хочется, да. А здесь мы предлагаем настоящее мужское вот такое вот занятие. Ну, не только мужское. И причем профессия. Это профессионал уже. Они получают в конце профессиональные права. Обычные не права, а удостоверения. У нас есть звонок еще один на телезрителе. Здравствуйте. На 202-11-22. По этому номеру вы позвонили. С каким же вопросом? Как вас зовут? Ну, здравствуйте. Меня зовут Иван. Я хотел бы узнать, сколько стоит обучение вообще в вашей автошколе? Сколько стоит обучение в автошколе? А сколько вам лет? Можно спросить. Такой... Мне 16. Подходит по возрасту? Подходит. Подходит. Спасибо большое вам за звонок. Ну, сейчас попытаемся ответить на ваш вопрос. Давайте сначала проговорим на вопрос первой телезрительницы. Ответим. С какого возраста берете, давайте, именно в автошколу? Давайте. Давайте делимся в автошколу. Если про автошколу. Значит, по всем правилам, по последним, мы имеем право сажать за руль при обучении вождению ребенка, который достиг 16 лет. 16 лет. 16 лет. То есть, просто так мы можем принять и в 10 лет, и учить его правилам дорожного движения. Что, кстати, тоже мало важно. Такое есть направление у нас тоже. Это другое направление, потому что ему это надоедает все. Практики хочется. Здесь не читают, дети трудно учат и прочее сейчас. Вот, поэтому мы сейчас, у нас было трехгодичное обучение, сейчас мы уменьшили, то есть достаточно этого вполне, вот. Мы сделали двухгодичное обучение, мы берем 15 с половиной лет. 15 с половиной лет. Чтобы он в сентябре было с половиной. Как раз по угоду он учит, занимается подготовкой теории. И где-то в январе мы его сажаем уже за руль. Ему исполняется 16 лет. — Хорошо. Я думаю, к вопросу о финансовом можно. Давайте напомню нашим телезрителям, что у нас идет плашка с контактами, где обозначены телефоны и ваш сайт. И по этим номерам. — Там выложено и на сайте все выложено. — Вы можете обратиться, всю информацию там прочесть, потому что там будет, я думаю, доступней для вас эта информация, уважаемые телезрители. Хорошо. У нас с вами не так много времени до конца эфира остается, поэтому давайте пройдемся по возрастным категориям. С какого возраста принимаете в ту или иную секцию, в то или иное объединение? — Ну, у нас сейчас по объединениям, значит, про автошколу уже сказали. — Как еще можно попасть? — Как вам можно записаться, попасть? — По следующим, значит, объединениям, такие как авиамоделирование, школа информационных технологий, робототехника и лего-конструирование. Есть два уровня. То есть первый уровень начальный — это учащиеся начальных классов. Это с первого класса и по четвертый. И следующее звено, более старшее уже, где уже более продвинутый уровень, это уже восьмой-одиннадцатый классы. То есть вот такой вот диапазон. То есть, в принципе, охвачены все дети. Записаться можно либо по телефону, который представлены, будут либо по электронной почте, либо прийти непосредственно уже в учреждение и там записаться. И получить всю информацию из первых рук, посмотреть материальную базу, пообщаться с преподавателями. Время занять. Дети сейчас заняты, слишком много уроков ставят в школе. Как-то это учитывается? Конечно. Безусловно, время у нас, получается, ведется и в две смены, и обучение. То есть для тех, кто учится во вторую смену, они приходят с утра. И также, наоборот, те, кто учится в первую смену, они приходят после обеда. И, конечно, так как это учреждение дополнительного образования, у нас работают и в субботу, и в воскресенье. Выходные дни. Безусловно. Самое любимое время заняться любимым делом, опять же. Ну, сейчас наступает пора, которую школьники очень любят. Любят это слово, каникулы. Чем же будете занимать своих воспитанников летом? Есть ли какой-то летний лагерь, летний отдых, летние занятия? Да, у нас проходит ежегодная профильная смена. Обычно это была смена ЮИД, юных инспекторов дорожного движения, потому что у нас тоже есть это направление, это прям областной центр профилактики детского дорожного травматизма. И с этого года впервые проходит техническая смена по робототехнике, тоже на базе лагеря «Жигули». Она будет проходить с 13 по 19 июля. Только могут воспитанники принять участие в этом? Нужно, да, подаются заявки именно тех, кто уже занимается робототехникой, то есть там уже оттачивают какие-то навыки, умения, подготовка к соревновательной деятельности. Со всей области. Это областная? Конечно, это областная смена, и та, и другая, это смена областная. Проводим мы, мы являемся организаторами, а со всей области. Набираете детей? Да. Много желающих сейчас? Желающих много, конечно. Поспешите, поспешите, дорогие родители, записать своего ребенка, если еще летний отдых у него не определен, правильно? Потому что, да, но мест уже мало, все уже остается, потому что смена профильная, так и называется, профильная смена, которую проводит Министерство образования и науки. Вот, и такие вот, получается, у нас два направления, которые реализуем мы летом. У нас сейчас как раз на экране идут фотографии, где можно увидеть вообще жизнь вашего центра. Да. Я тоже к тому, когда можно начать записываться и все прочее. Про автошколу. Записываться надо начинать практически уже, ну, чуть не с сегодняшнего дня. По крайней мере, с 1 июня уже должна вестись активная запись детей. Идет запись до 15 августа. Места ограничены у нас всегда. После приходят люди, а вот как бы нам, вот поэтому я предупреждаю. Хотелось бы с этого года, да? Ну, да, места ограничены у нас. Обращаем внимание наших телезрителей, то, что если понравилась автошкола, если хочется записаться, если хочется стать юным автомобилистом уже, то до 1 июня нужно поспешить. С 1 июня. Да, запись, но я имею в виду до 1 июня уже нужно понять. Конец учебного года как раз и после нового года. Хорошо. Что ж, у нас остается чуть больше минуты. Давайте немножечко расскажем о планах, новые направления. Ожидаются в следующем году? Ожидаются. Ожидаются? Конечно. Нам немножко приоткроем занавес тайны. Конечно. Каждый год, ну так, как уже говорили, что мы являемся как ресурсным центром, который задает, как вы выразились, моду, и который рекомендует какие-то направления, одно из новых направлений. Ну, даже не знаю, как из новых, просто это вышло на другой уровень. Работа станками с ЧПУ. Поэтому вводится новая программа. Программа ArtCam Express, где ребята будут обучаться, так как мы тоже озвучили, что у нас есть и 3D-сканеры, и станок с ЧПУ, то есть достаточно высокого уровня, но его стоимость соизмеримая, ну, 7 миллионов стоит один станок. Для того, чтобы, конечно, и такие станки, это промышленные, для того, чтобы ребята могли обучиться на них уже и пошли работать уже, как мы говорили, дальше уже на производство, вот эта программа будет реализовывать это направление. Хорошо, спасибо большое, но я надеюсь, что планы еще есть, запалы еще есть. Вам желаю, конечно, побед, побед ваших воспитанников во всяких разных конкурсах, ну и просто по жизни. Хорошо? Спасибо большое, что были у нас в эфире. Что ж, универсальный формат с вами прощается. До завтра. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин